В этом доме родился известный одессит, поэт и переводчик Семен Липкин. Теперь здание украшает мемориальная доска. Дом номер 34 по Пушкинской улице. Здесь Липкин прожил всего два года. А сейчас у здания собрались его друзья, родственники и просто почитатели творчества писателя. О нем теплые слова, отзывы и воспоминания. Я счастлив, что мне довелось общаться с Семеном Израилевичем. Счастлив, что мне довелось узнать и полюбить его стихи и его творчество. И я желаю всем, кто этого еще не сделал, сделать то же самое. Читайте Липкина. Последняя работа, которую он сделал, это перевод Гильгамеша. И я помню, как мы в переделке, не в беседке, сидели, разговорили с ним о Гильгамеше. И сокрушались, что плитки текста, которые находятся в Ираке, что, значит, иракцы не могут их достать, что, может быть, можно было еще что-то там добавить или переписать. Он был лириком в своих стихах, но эпиком в своей жизни. Друзья и те, кто знали Семена Липкина, отмечают, что на мемориальной доске удалось воплотить изображение писателя, в котором сочетаются ветхозаветная мудрость старца и непосредственность ребенка. Страстно спорят на говоре местном южане, но иные со мной существа говорят. Словно вещая птица из древних сказаний прилетел небывалого цвета закат. Новым чистым дыханием наполнился будень. Обозначилось все, что роилось вдали. Лодки на море, скопища старых посудин превратились в мерцающие корабли. Светлана Пензова, Андрей Лысенко, Новая Одесса.